Всем привет! Сегодня я хочу вернуться к теме, которую я затронул в своих предыдущих видео. Это секреты портретных фотографий. В них я делюсь своим подходом к портретным фотографиям. Я говорю о том, что для меня это больше диалог, беседа с человеком, нежели просто какой-то механический процесс, который идет по шаблону или клише. Суть заключается в том, что чем интереснее и искреннее была наша с ним беседа, тем индивидуальнее и качественнее по восприятию будет результат. Проблема, с которой постоянно сталкиваются начинающие фотографы, я это слышу и читаю постоянно. Как работать с парой или моделью, что делать, когда не хотят фотографироваться, как психологически их настроить и так далее. Все эти проблемы и вопросы никак не связаны с фотографией. Сколько бы вы ни ходили на мастер-классы по фотографии, они не дадут вам ни ответа на эти вопросы, ни инструментария, который поможет вам их решить. Думаю, что все знают значение слова «заказчик». На всякий случай я напомню, это незнакомый вам человек или пара, которые вас заказывают впервые. Два ключевых слова «незнакомец» и «впервые». Для справки, на нашей планете живет 7,5 миллиардов человек, и так сложилось, что мы созданы быть индифферентными друг к другу, простым языком безразличными. Любой незнакомец для нас по умолчанию безразличен. Мы идем по улице, встречаем на своем пути тысячи человек за день. И нам без разницы, кто они, как начался их день, какое у них сейчас настроение, куда они идут. Все это до момента, когда этот незнакомец попадает в нашу ауру. Это такая условная окружность диаметром в 1-2 метра с центром в вашем сердце. И начинается коммуникация. И здесь наступает очень важный момент. Очень. Вспомните, как вы реагируете на незнакомца, который пытается с вами заговорить. Правильно, мы его читаем. Он даже еще ничего не сказал, но мы уже занесли его в одну из условных категорий. То есть первая категория – это субъект дружелюбный. Вторая категория – это субъект враждебный. И третья категория – это незнакомец противоположного пола, то, возможно, мы рассматриваем его как потенциального партнера. И четвертая категория – это если вы не занесли вот этого незнакомца ни в одну из трех групп или категорий, то этот незнакомец остается для вас уже все там же, в 7,5 миллиардах населения Земли, на которые вам просто пофиг. Теперь вернемся в наш мир, где мы фотографы. И вот случилось чудо, и вас заказали. Или с вами договорились о встрече. Мы приходим на эту встречу, и заказчик, незнакомец нас, читает точно так же, как я говорил выше. И вот что происходит, если вас поместили в категорию субъект, субъект дружелюбный. Первое – вас внимательно слушают. Второе – вас слышат. Третье – прислушиваются ко всем вашим советам. Четвертое – с вами открыты и искренни. Пятое – с радостью готовы покинуть свою зону комфорта, поддерживая любую вашу идею. Шестое – как правило, вас заказывают. Седьмое – сам процесс съемки будет море удовольствия, а результат принесет вам радость. Восьмое – и если вы все сделали правильно, как фотограф, то есть выполнили взятые на себя обязательства в оговоренный срок, то этот заказчик станет вашим клиентом, и у вас впереди будет еще не одна съемка с ними. Это о хорошем. Теперь что происходит, когда вас занесли в категорию «объект недружелюбный»? Первое – вас слышат, возможно, даже внимательно. Внимательнее, чем вы думаете, но не слушают. Второе – к вашим советам не прислушиваются и пытаются склонить вас к своему видению вещей. Третье – с вами не открыты и не искренни просто отбывают время. Четвертое – ни за что не покидают, ни за что и никогда не покинут свою зону комфорта. То есть вы будете ездить к заказчику, а не он к вам и так далее, и так далее, и так далее. Пятое – если случится чудо и вас все-таки закажут, вам придется очень постараться, так как и на самой съемке заказчик будет просто отбывать время. Шестое – даже если вы все сделаете правильно, как фотограф, и выполните взятые на себя обязательства в оговоренный срок, я это подчеркиваю, то этот заказчик, скорее всего, никогда не станет вашим клиентом. И теперь это самое дно. Вас на первой встрече прочитали и занесли или оставили в 7,5 миллиардах населения Земли, на которых им пофигу. Первое – все, что вы говорите для потенциального заказчика, будет серым шумом. То есть абсолютно никто не будет слышать, что вы говорите и о чем вы говорите. Второе – в ответ вы будете слышать только «ага», «угу», «да-да», «интересно», «да вы что», «надо же». И третье, после 10 минут такого диалога, вы сами себя спросите, что я здесь делаю. В общем, это вкратце. Я подытожу. Все, чем я с вами сейчас поделился, является частью курса МВМК по свадебной фотографии. Если вы посчитали эту информацию полезной для себя и хотели бы пройти полный курс, пишите, пожалуйста, задавайте вопросы, я с радостью вам отвечу на все из них. Все контакты под этим видео. Всего доброго и хорошего дня. Пока. Продолжение следует...